Санкции ЕС в отношении России не повлияют на ведение бизнеса Казахстана с Европой. Бельгия готова оказать помощь в определении и оказании мер поддержки текущему и будущему сотрудничеству в сфере торговли между двумя странами. Об этом в Брюсселе после встречи с вице-министром торговли и интеграцией Казахстана Кайратом Турюбаевым заявил председатель торгово-промышленного палаты Брюсселя Оливье Вилокс. На этой и другой встрече казахстанской правительственной делегации с руководством агентства по продвижению экспорта Бельгии были обсуждены меры по дальнейшему продвижению и расширению двустороннего торгового сотрудничества. В прошлом году торговля между Казахстаном и Европой выросла на 21% и составила 28,9 миллиардов долларов США. Мы отобрали 53 различных товара, которые можем поставлять на европейский рынок и на сумму 200 миллионов долларов США ежегодно. Это товары, прежде всего, переработка, сельхозпродукция, фармацевтика, машинное оборудование. Наша основная задача продвигать сюда готовую продукцию. По сырью у нас и так все хорошо двигается. В Европейский Союз у нас поставляется нефть и проблем с покупкой казахстанской нефти мы не предвидим. В режиме санкций Казахстан не является ни одной из сторон конфликта, поэтому мы исполняем все наши обязательства, будь это регионального характера или международного характера. И наша задача, чтобы торговля продолжала расти такими же темпами с Европейским Союзом. Режим санкций ЕС против России, скорее всего, будет еще более ужесточаться. Нравится нам это или нет, но это факт. Поэтому нам нужно обсудить и принять меры для оказания помощи Казахстану в его ведении бизнеса с Европой. Иначе Казахстан может оказаться в условиях сопутствующих потерь из-за введенных рестрикций. Важно то, что мы расширяем наше сотрудничество с вашей страной. Нам нужно предпринять больше усилий, особенно в постпандемию, потому что все это время было сложно путешествовать в вашу страну.